Обрушение этой кирпичной пятиэтажки можно было предотвратить. Жители дома, который на протяжении нескольких лет рассыпался буквально на глазах, неоднократно били тревогу, пытаясь привлечь внимание местных властей. Эти кадры любительской съемки появились в интернете в апреле прошлого года. Спустя почти год этот угол обрушился. ЧП произошло 24 марта в половине девятого вечера. Для местных жителей это ЧП не стало неожиданностью. Подобного развития событий они ждали давно. Это началось три года назад, когда начали блоками вываливаться кирпичи. И писали, и звонили, и администрация. Бесполезно. Люди жили на барховой бочке. Мы же ловко. Я говорю, меня поражало, на чем висит эта стена. Вообще, на чем этот дом стоит? Этот пар, эта гниль, это все. И я вот честно говорю, через дыру было видно полы. В ликвидации последствий этого обрушения были задействованы более 300 человек и 67 единиц техники. Разбор завалов продолжался всю ночь и не завершился даже к утру. В настоящее время следственными органами возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 1 статьей 216 УК РФ, нарушение правил безопасности при ведении работ. Приняты меры к расселению пострадавших. В настоящее время установлено, что за медицинской помощью обратились четверо жильцов указанного дома. Им оказана необходимая помощь. Тяжких телесных повреждений у них не зафиксировано. По данным сайта Госуслуг, в сфере ЖКХ этот дом на момент обрушения находился в исправном состоянии, а его физический износ составлял 34%. В 2011 году в этой пятиэтажке был проведен капитальный ремонт. Он коснулся крыши, а также внутридомовых инженерных систем водоотведения и электроснабжения. Принято решение, заключен договор уже на данный момент с экспертами от строительной академии. Они выходят сейчас на работу, уже непосредственно на дом. Нам надо получить заключение, что с ним делать, насколько он вообще пригоден, не пригоден. Пригоден он сегодня каким-то реконструкционным работам, чтобы в дальнейшем его использовать, либо не пригоден. Заключение это могут дать только специалисты. Пока этого заключения не будет, естественно, находиться в этом доме нельзя. Время, которое они попросили, пять рабочих дней. Сейчас главная задача в течение этих пяти дней, говоря русским языком, где-то перекантоваться. Сколько лет уже бегали, поедим, в администрации? Два года мы бегали, да, подписали все. И сказала, как она дама, которая сказала, вот когда рухнет, тогда и дадим вам. Да, прям в администрацию города звонишь, и она прям говорит, я говорю, так вы что-нибудь предпринимаете? Она говорит, а что, я вас к себе в гости, что ли, заберу, к себе домой заберу? Короче, этот угол рухнул. Нас вот, ладно, я не знаю, как там, нас подкинуло всех во втором подъезде. Пятые этажи полопали, стекла. У меня стена лопнула, вот как пятый этаж, окно идет полностью, вот так стена лопнула до самого бойлерной. И все, вышли, там развал полный. А сейчас, говорят, дом еще ремонтировать собрались. Я вообще, я не знаю. Новость об этом ЧП стала поводом для разговора и о других проблемных домах. Один из них находится прямо по соседству. Пятиэтажка 52Б тоже давно трещит по швам. И здесь, в отличие от дома, угол которого уже обрушился, не ремонтировали даже крышу. Анастасия Жердина, Юрий Быбин, Марат Нигматуллин, 72РУ.